22 мая в стенах Института психологии и образования прошло первое установочное совещание для технического секретариата, которое возглавил ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик. Также на встречу присутствовали сотрудники колл-центра КФУ, которые будут следить за исправностью работы личных кабинетов абитуриентов и отвечать на поступающие сообщения и звонки. Комиссия и приемная компания распахивает свои двери 20 июня. Основной прием продолжится до 25 июля. Нужно будет подать заявление и в рамках каждого заявления выбрать направление и расставить их в той системе приоритетов, как планируют зачисляться к нам абитуриенты. Также к завершению подошла серия первых ступидных испытаний для иностранных абитуриентов, прием которых начался еще в марте. Впереди будущих студентов ждут экзамены по истории, географии и профильному языку. Казанский федеральный университет по-прежнему не просидет удерживать высокую планку и с каждым годом принимать все больше иностранных студентов. Сегодня прошло уже 1300 человек процедуру внутренних ступидных испытаний. Это в 10 раз больше, чем в прошлый год. К тому же ответственный секретарь приемной компании Александр Бибик поделился планами на оставшиеся сроки проводимых экзаменов. Для тех, кто не успел попасть в основной поток сдающих, будет организована отдельная серия ступидных испытаний в летний период. Поэтому приемная компания Казанского федерального университета по-прежнему открыта для всех желающих. Также те ребята, у которых произошли технические сбои, либо просто не подключились к процедуре, сейчас тоже смогут пройти ее на летнем этапе. Ну и в целом они вступают в общую приемную компанию и будут действовать по ее правилам в рамках общего конкурса. Напомним, что подробнее ознакомиться с правилами поступления можно на сайте приемной комиссии или по телефону 8 800 700 92 75. Адрина Абдрахманова, Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универтньюз.